Привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который целиком и полностью связан с теми видосами, которые вы предлагаете, предлагаете довольно таки большое количество интересных вооружений и сегодня, как и я должен, наверное таки в какой-то степени сделать, я выбрал интересный комментарий, интересное вооружение и продолжайте так же писать эти все комментарии на гибаторские дабы было больше интересных вариаций, предложений, чтобы я может быть в какой-то своей уже отрасли смотрел чуть более обширнее на все данные интересные вооружения, нашел сегодня определенное интересное нагибаторское вооружение, которое вы предлагаете, которое вы хотите, чтобы я пообозревал, это хорн, это гром, я его уже к слову одел и сегодня скатаем на нем, посмотрим вообще как он себя ведет в матчмейкинге данный период времени при том, что я бы сказал, что гром, наверное, не та самая пушка, которая в данный период времени находится жестко в балансе у него есть свои какие-то определенные недостатки и возможно не так жестко у меня получится с ним сегодня понагибать, но к слову, довольно маленькое количество резистов в последнее время имеется от данной пушки, поэтому возможно у нас сегодня что-то интересное получится ну а вы не забывайте писать в комментариях свои новые уже интересные вооружения, которые вы бы хотели бы посмотреть и конечно же не забывайте прожимать лайк на данный видеоролик дабы видеоролики выходили у нас каждый день, как уже у нас получается делать я считаю, что это довольно-таки круто, то что у нас на каждом видеоролике за дня в день, менее чем за сутки, собирается довольно большое количество лайков и поэтому видеоролики выходят настолько часто, если все это так же дело будет у нас продолжаться, то и видеоролики тоже будут максимально быстро выходить новые от вас имеется поддержка, от меня имеется тоже своего рода активность ну и также, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, потихонечку двигаемся к своей определенной маленькой цели запикиваюсь я уже на форест, опять кашель мне немножко надоедает и пытается мне как-то помешать записать данный интересный видеоролик скатаем сегодня, я думаю, что как всегда в двух форматах, если в первом формате в контроле точек у нас здесь не пойдет возможно, сыграем еще одну катку в данном режиме, потому что в какой-то степени данное вооружение очень эффективно можно использовать в контроле точек при том раскладе то, что это хоре громчик, то что с ним можно очень эффективно использовать овердрайвы, занимать какие-то определенные жесткие позиции и там уже наносить довольно большое количество урона, как это мы по сути всегда и делаем и к этому всему можно занимать какой-то определенный фланг и пытаться накидывать как можно больше урона за счет своей дамажущей довольно-таки неплохой пушки и ко всему этому данную пушку сейчас, наверное, более эффективно можно использовать исключительно на ближней дистанции поэтому карты такие как Брест, такие как Шоссе, ну не самые приятные, наверное, для данного интересного вооружения поэтому Форест в данный период времени является очень хорошей картой и я надеюсь на то, что у меня получится его сейчас здесь, этот Хорнет и Гром, реализовать просто на максимум начинаем уже с довольно-таки легкой, можно так сказать, уже полупобедочки 15 точек уже дали, это довольно-таки неплохо я надеюсь, что если катка так быстро продолжится, то у нас получится досрочка к слову, у меня по резистам вообще одеты не те резы, которые мне было бы здесь нужно одеть поэтому я сейчас быстро их переодеваю смотрю, что там есть против Гаусс дефолтный, есть Громчик, есть еще что-то интересное давайте вот так вот возьмем, как всегда, свой дефолтный, наверное, резистик на матчмейкинг потому что это самые те пушки, которые всегда надоедают это Магнум, это Гром, ой, какой Гром, это Магнум, это Рельса, это Гаусс исключительно на данные три пушки я делаю постоянный акцент в матчмейкинге и я думаю, что многие со мной могут согласиться если вы не знаете, какой еще резист одевать вам под матчмейкинговые интересные бои то я вам советую именно данный три резиста давайте попробуем поиграть немножко с агрессией поиграть вот здесь вот около респа вражеского еще и здесь, когда ставят наш титанчик овердрайв куполочек такой неплохой я думаю, что можно здесь немножко перекантоваться попытаться накидать здесь урона но здесь уже, похоже, надо немножечко потихоньку уезжать есть уже купол от титанчика вражеского ну и точки довольно-таки неплохо контролируются это значит, что катка складывается в нашу пользу все у нас здесь получается и сказать, что мне нужно еще здесь прибавлять, добавлять да, по сути, можно в таком же темпе продолжать играть и все у нас будет здесь абсолютно круто и замечательно три с половиной минуты остается до конца данной катки ведем уже почти что в половину от точек остается семь точек до конца вообще этой катки и возможно-таки удастся даже сделать здесь досрочку падает еще голдик по центру мы попытаемся, наверное, забрать сейчас здесь точку пока противник, наверное, поедет сейчас а, голд у нас прямо здесь, на центре, я думал вон там за стеночкой ну ладно, пусть убирает мне голд особо не нужен а, он взять не может или что это? не знаю, что там за баги происходят у данного молодого человека но я надеюсь, что мне удастся еще покидать урон в начале данного видеоролика я сказал то, что довольно маленькое количество резистов имеется от грома и я это акцентировал исключительно на том, что гром по сути сейчас никто не использует но, как оказывается, даже в такой катке имеется четыре резиста от грома для меня, если честно, это что-то неожиданное потому что я надеялся на то, что я увижу ну максимум один может быть два резиста возможно, они переоделись по ходу данного боя потому что я особо не замечал, не следил кто там заходит, кто на чем заходит возможно, они поменялись я просто как-то пропустил данный моментик ну, ничего страшного главное, что мы ведем главное, что я накидываю первое место занимаю плюс победочку, если мы делаем то, значит, вооружение максимально четко у нас реализуется правда, сейчас центральная точка уходит под контроль вражеского под контроль противника вражеского не знаю, что я там хотел сказать под контроль противника, конечно же ну и нам надо не давать им сейчас захватывать дополнительные точки если будем контролировать сейчас по две то уже можно будет быстро сделать досрочечку если еще третью бы скрутили было бы вообще просто замечательно ну а я, пожалуй, прожму сейчас здесь овердрайв потому что вижу, что можно накидать урон и на средней дистанции гром ну, в каком-то моментике сейчас является, ну, одной из самых интересных пушек для реализации потому что у него и сплэш нормальный и скорость стрельбы с кувалдой довольно-таки неплохая но вот что касаемо стрельбы на дальнем расстоянии как вы видите, вот сейчас я, например, накидываю, да, урон вы видите, насколько медленно, во-первых, летит мой снаряд во-вторых, насколько жестко режется у него урон и поэтому, если использовать гром как пушку среднего боя тогда она будет приносить максимальный импакт но если же вы хотите на ней поиграть на более дальних расстояниях то я думаю, что вам лучше поменять пушку на какую-нибудь там рельсу и довольно эффективно ее использовать без особых каких проблем давайте скатаем еще одну сегодня катку в контроле точек почему-то мне кажется, что лучше я реализую еще один боечек интересный в контроле точек нежели пойду в какой-нибудь там захват флага и столкнусь с такой проблемой то, что меня начнут там респить, пинать и ничего не будет у нас получаться поэтому давайте я приму сегодня решение что сыграю два боя в одном формате надеюсь, что вы особо сильно по этому поводу не расстроитесь а у меня уже походу крит ошибка я уже не вижу своего снаряда да, крит уже выскакивает ну давайте пока что еще поиграем ну а теперь уже, как говорится, не поиграем уже мне говорят давай-ка ты, до свидания, дружочек, пойди-ка обновить а то у тебя что-то все очень замечательно получается молотов одна из тех ой, какой молотов, говорю, чернобыль одна из тех карт, которую часто сейчас критует также это и молотов также это и геоль из этих карт какие-то добавлялись позже возможно с этим связаны тоже дополнительные крит ошибки я, честно говоря, не знаю но сказать, что мне уже надоело обновляться наверное, есть в каком-то моментике то, что мне уже все это дело надоело но так, по сути, обновиться при том раскладе то, что это ну не так часто бывает можно подвешивает поэтому матчмейкинга уже потихой тоже будет меньше я все-таки стараюсь уже играть и делать уклон на ББПшке возможно тоже в скором времени запишу для вас какой-нибудь интересный ББП бой и вы по этому поводу к слову тоже можете написать в комментарии хотите ли вы увидеть какую-то интересную ББПшку в виде такого форматного игрового видеоролика и при всем при этом я еще попытаюсь там как-нибудь может какую-нибудь грабу найти может что-то интересное там вытащить то есть что вы бы хотели бы вот, например, посмотреть какую-нибудь форматку может хоре рельсу либо может какую-то грабу жесткую может еще что-то интересное поэтому напишите по этому поводу обязательно в комментариях я комментарии все ваши читаю и если там соберется под каким-нибудь комментарием определенно большое количество лайков то, что вы хотите например определенную каточку ББП там это будет или форматка или какая-нибудь граба потому что граба я тоже думаю что можно какую-нибудь найти и записать в виде игрового видеоролика правда я думаю что она получится ну как минимум на минут так 20 может даже чуть побольше потому что все-таки это граба она быстро не делается и ББПшки они такие имеются не самые по длительности наверное маленькие но посмотреть такой бой я думаю что было бы интересно и если если вы это все дело хотите то обязательно напишите по этому поводу в комментариях но у нас как ни странно за 3 минуты счет не изменился 3-3-3-3 минуты прошло счет у нас 0-0 вот сейчас только первая точка ушла под вражеский контроль и возможно таки нам стоит сейчас немножко больше поконтролировать эти точки я по опыту в принципе наверное таки неплохо иду можно будет сейчас наверное еще заскочить наверх попытаться там захватить точки если я не ошибаюсь то там тоже пару точек у нас имеется одна здесь в краю другая там с краю и отсюда же покидать еще дополнительный урон по противнику если все это дело было бы у меня сейчас реализуемо то было бы конечно же неплохо но викинга фриз на 0 хп меня там все таки уничтожает но давайте сделаем попыточку номер 2 попытаемся еще раз заехать через верх не хочу я вот контролировать эти нижние точки я отлично понимаю что нижние точки может поехать вот например какой-нибудь шафтик здесь конечно мне вот так магнумно будет прилетать с овердрайвом еще и в полете еще так жестко болен сильно сильно что я могу сказать давайте я попытаюсь сейчас поехать наверх а там уже попробовать покидать урон по вот тем вот танкам которые например сейчас подъезжают к Г-точке которые стоят вот здесь в районе вражеского респа я думаю что это может быть очень эффективно и даже вот такие выстрелы очень грамотные вообще шикарно главное сейчас раскачивать корпус и накидывать дополнительный урон сейчас у меня еще будет здесь овердрайв и тогда урон полетит ну просто бомбический главное конечно в минус здесь не упасть если бы еще бы дроповая ддшечка где-нибудь была было просто великолепно но дроповые ддшки я здесь не вижу и это если честно очень 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 плохо потому что фулл кд расходки я конечно за счет защитника сейчас я плюсану здесь но это наверное не то что я хотел бы увидеть и скорее всего сейчас мне этот молодой человек а нет не унес меня на респе сам ушел первый тогда я могу еще и забрать точку сейчас у меня еще ддшечка тут появится может быть успею еще аптечку поражать и тогда покидать еще урон здесь есть хорошая позиция прострел только наверное с этим громом она уже не работает а может и работает о вот такая неплохая сейчас залетела жалко что эта плюшка была в плане урона не такая большая только не говоришь что ты прожмешь сейчас овер и я в очередной раз уйду на респ нет 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 ух хорошо на 0 хп выжил сейчас бы еще бы покидать 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 вот например туда по шафту еще по шафту отлично великолепно опыт прибавляется и точки так как смотрите мы контролем уже 11-2 ведем я только сейчас заметил счет давайте попробуем сейчас откинуть здесь от стеночки отлично великолепно урон добивают так и что-то долго я уже здесь живу если честно это очень хорошо что здесь получается пожить и было бы еще неплохо если бы я бы сумел бы сейчас вот что я думаю минус упаду а там такой домичек поставил грамотный дабы не упасть в минус но по опыту конечно не все так великолепно хоть мы и катку выигрываем и самое главное что мы ее тянем но вот с очками имеются небольшие проблемочки поэтому надеюсь на то что можно сейчас будет еще ну это понятно дефолт ну это понятно дело что там четыре танка рядом было но стрельнуть то надо было по мне а не по какому и другому танку чисто дефолтный расклад здесь все понятно даже как бы говорить не о чем здесь все все ясно и все понятно все ясно все понятно порежи отлично великолепно великолепней вше вше так еще один и давай ка еще одного отлично есть так урон пошел но наш первый я смотрю нагибал еще круче чем я но катку мы выигрываем скажу вам что гром не такой печальный конечно гаус будет получше себя показывать в таких интересных матчмейкинговых боях но если у вас имеется такое вот нагибаторское вооружение то вы его спокойнейшим образом можете эффективно использовать в матчмейкинговых боях и при всем при этом забирать первые позиции в данных боях поэтому как то так у нас сегодня получилось сказать что гром находится в своем лучшем балансе я это точно не могу но то что эта пушка не нагибает так же сказать как бы я не могу то есть имеется какой-то такой определенный средненький баланс данного вооружения с которым если постараться можно определенно нагнуть вот такой вот видеоролик у нас сегодня друзья получился если вам понравился то обязательно не забывайте прожимать лайк подписываться на канал если вы еще вдруг не подписаны так же нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики ну а с вами был мистер Ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока субтитры